Добрый день. Так, ну ты вообще участвуешь, я посмотрел через табличку на Smart Lab, ты пока там не особо, там плюс 30 тысяч или сколько, или 3 тысячи, что-то такое, минимальное изменение. В начале сентября небольшой заработок был. Потом слил все? Да, потом все ушло. А расскажи, у тебя в прошлом какие-то были успехи на ЛЧ? Я просто не помню, сколько у тебя было. Ну да, 3 года назад я зарегистрировался на Smart Lab, цель была, в общем-то, ну раз ты ведешь блог, значит нужно, по крайней мере, не только говорить, но и показывать. Первый раз это было около 50% в рейтинге. Ну у тебя там не самый маленький депозит. Да, 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 в рейтинге капиталистов исключительно, 50%, в том году немножко посложнее, это 16%, там 23 место, опять же в рейтинге капиталистов. А сумма какая была? Ну сумма там по 5-10 миллионов. То есть нормально там, в принципе, за 2 месяца. Да, да, обозначаю. Значит, я системный трейдер на рынке с 2006 года, работаю исключительно с российским рынком. Инструменты голубые фишки, инструменты фьючерсы на голубые фишки, инструменты фьючерсы на индексы. Из подходов это тренд и волатильность, и все. Десять лет примерно одно и то же. Одни методы, одни инструменты с минимальными изменениями. В общем-то день сурка в трейдинге. С 2016 зарегистрировал блог на Smart Lab, невыносимо стала ситуация с общением, торговал из дома. Цель была приобрести это общение с коллегами, значит, ну и описать свои идеи, получить фидбэк. В общем-то, каким-то образом волна вынесла меня в сегодняшний день, что неожиданно и приятно. Значит, какого рода идеи я рассматриваю в своем блоге? Сейчас это вылилось в 2 больших раздела. Первый раздел, посвященный развитию трейдера. Все вопросы, с которыми сталкиваюсь, в общем-то, за 13 лет на рынке, 10 лет живу с рынка, в общем-то, я описываю. Такие вопросы, как жизнь с рынка, работа из дома, организация рабочего места, организация рабочего времени. Естественно, результаты свои описываю, какие-то эмоциональные моменты. Второй большой раздел — это особенности нашего мышления. В нас зашиты ряд реакций, ряд неоптимальностей, которые весьма нормально проходят в обычной жизни, но при столкновении с рыночной реальностью, к сожалению, ведут к потере наших денег. И о некоторых из этих неоптимальностей или модели поведения — мое сегодняшнее выступление. Первое, с чего хотел бы начать. Убытки. На мой взгляд, самая коварная часть рыночной реальности. Давайте зададим себе вопрос. Из какой реальности приходит большинство людей на финансовый рынок? Ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что 90-95% приходят из зарплатной реальности. Живут по принципу аванс-зарплата-аванс. Месяц за месяцем, год за годом. Когда они приходят на рынок, он тут же начинает в них прокачивать способность реакции на отрицательный доход на вложенные усилия. Мы покупаем актив как инвестор, и он уходит в убыток. Трейдер запускает торговую систему, она начинает сливать. Что делать? Условно можно выделить два пути. Комфортный и дискомфортный. Большинство людей, как правило, выбирают комфортный путь. В чем он выражается? Но инвестор идет и покупает облигацию. Получает зарплату в виде купонного платежа каждые полгода или каждые три месяца. Инвестор не несет рисков для номинальной стоимости своих вложений. Комфортно? На мой взгляд, очень комфортно. За комфорт придется заплатить. И мы платим крохотной доходностью, а также зашитыми внутри инструмента рисками обесценение реальной стоимости ваших вложений в определенный момент в будущем. В редкий момент в будущем. При нарастании кризисных явлений, при увеличении показателей инфляции. Трейдер тоже хочет зарплаты. Он говорит себе, я хочу зарабатывать каждые три месяца, или каждый месяц, или каждые полгода. И идет по пути спрямления эквити. Надо понимать, что реализуя данную концепцию, трейдер вступает на поле высокой конкуренции. Колоссальной конкуренции, где вся индустрия активного управления решает ту же самую задачу. Спрямление эквити. Обратная сторона этой высочайшей конкуренции, опять же, низкие показатели дохода. Некоторые люди, назовем их комбинаторы индустрии активного управления, идут по пути повышения этой привлекательной линейной доходности. И прячут серьезные риски. Когда инвестору, неискушенному в данный инструмент, весьма непросто сказать в начале инвестирования, действительно это 4% в месяц, или 6% в месяц зарплаты, или все-таки существует риск полной потери, или потери большего части капитала в определенный момент в будущем. Повторюсь, если мы хотим комфорта, за комфорт придется заплатить. И мы платим либо пониженной доходностью, либо спрятанными рисками, которые мы в начале инвестирования зачастую не осознаем. А они реализуются в момент, когда уже поздно. Мы понимаем их в момент, когда уже поздно. Но есть второй путь, путь дискомфортный. Он выражается в отказе от стремления спрямить эквити. Он выражается в увеличении срока оценки своего результата, ну, в год, в два, в три. Этот путь дискомфортен, но он дискомфортен не только вам. Он дискомфортен любому игроку, который пытается его реализовывать. Мало последователей у данного подхода. Тем самым мы приходим на низкоконкурентное поле торговых методов и идей, где шансов, в принципе, заработать значительно больше. Сам реализую именно этот подход. Как это выглядит на пальцах? На каждые пять лет, два года нахожусь в просадке. Непрерывной просадке. Минимизирую убытки в этой просадке, когда рынок немой. Когда рынок нетрендовый и рынок неволатильный. Когда приходит трендовый рынок, зарабатываю. Иногда сверхприбыль зарабатываю, которая сполна компенсирует время в просадке. Подход дискомфортен для психики человека. Но научившись с ним работать, я сумел, в общем-то, реализовать концепцию жизни с рынка в течение десятилетий. Следующий аспект, про который хотел поговорить, это то, как мы помним прошлое. Как мы неоптимально помним прошлое. Вот вопрос аудитории. Как вы думаете, в скучные десятые годы, какое событие сразу возникает в памяти на российском финансовом рынке? Кто скажет? Отлично. Четырнадцатый год. Ну, по-моему, без вариантов. А тогда скажите, когда мы четырнадцатый год помнили лучше? В пятнадцатом или сейчас в девятнадцатом? Ну, логично, что в пятнадцатом. Вот в этом и заключается ключевая особенность нашей в памяти. Мы помним пиковые эмоции, как сейчас, четырнадцатый год. Мы помним последние эмоции, как четырнадцатый год был в пятнадцатый. И важнейший момент. Мы пренебрегаем длительностью неэмоциональных периодов. Мы помним пики, мы помним то, что произошло только что, и мы пренебрегаем длительностью неэмоциональных скучных периодов. Как это выражается в нашем взаимоотношении с финансовыми рынками? Мы покупаем валюту, испугавшись кризиса, и ждем. Ждем следующей волны кризиса. И попадаем в длительный боковик на валюте. Или строим системы в расчете на кризисную трендовость и волатильность. И благополучно сливаем свой капитал в длительные периоды без кризиса. Переоценив, недооценив их длительность. На фонде немножко сложнее. Но наверняка всем знакома ситуация, когда люди, рынок вверх-вверх-вверх, а люди вниз-вниз-вниз-вниз. И благополучно сливают свой капитал. Упоротые шортисты. Именно в этой особенности, в данном случае, их памяти заключается, в общем-то, причина их слива. Наверняка всем знакомо такое явление, как армагеддонщики. Люди, которые каждый год прогнозируют кризис. И каждый год садятся в лужу со своими прогнозами. Но почему-то остаются популярны для аудитории. Почему? Именно в этом свойстве нашей памяти заложена популярность подобного рода информационных, ну, не побоюсь этого слова, шарлатанов. Они давят в правильные точки. Они давят в то, что мы помним лучше всего. Они добивают своих целей. Люди, которые, точнее, СМИ, которые их приглашают, добивают своих целей. Крайними остаются потребители подобного рода информационного мусора. Как это использовать в своей торговле? Как я это использую в своей торговле? Первый момент. Валюту в сторону. Я не хочу торговать тренд и волатильность на инструменте, где трендовость и волатильность убиваются самым крупным игроком условно 6 лет из 7. Три кризиса на 20 лет. Есть дубовые трендовые системы, которые встают высоко и берут мне половину или большую часть девальвационной волны в зависимости от ее силы. Все остальное время по валюте аут. Что тогда торгую? Лонги на фонде. На 80% система настроена на лонг. Почему? Чтобы выжить максимум из тех длительных периодов без кризиса, которые мы, психика наша, мозг наш, недооценивает. Немножко шарты. Для чего? Для того, чтобы не упустить такие годы, как 14-й и 8-й, но совсем чуть-чуть, на 20, максимально 30%. Все остальное время лонг. Так, ключевая особенность памяти, применительно к финансовым рынкам, звучит так. Мы преувеличиваем вероятность наступления кризиса и недооцениваем длительность бескризисных периодов, скучных бескризисных периодов. На самом деле, вот рассказал о двух аспектах, о том, как мы реагируем на отрицательный доход, на вложенные усилия, и то, как мы неправильно помним прошлое. На мой взгляд, это самые важные аспекты. Но на самом деле их великое множество. Значит, тезисно перечислю несколько других. Может быть, кто-то для себя найдет, на мой взгляд, чуть менее важно, но на самом деле те, с которыми мы сталкиваемся в ежедневном режиме. Какие это аспекты? Информационное поле. Наверняка знакомы ситуации из обычной жизни, когда мы… Есть у нас там 2, 3, 5 свободных минут. Мы что делаем? Мы достаем смартфончик и начинаем юзать, чтобы убить время. Мы не можем ждать бездействия. Есть ли отражение подобного на рынке? На мой взгляд, что есть. Когда мы в сделке ждем, или мы ждем наступления благоприятных условий для нашей сделки, что мы делаем? Мы лезем в терминал и начинаем читать новости, зачастую не имеющие никакого отношения к нашей системе принятия решений. Но раз мы начинаем убивать этим время, дело техники для финансовой индустрии – развернуть информационное поле в свою сторону. Каким образом? Ну, например, говорящие головы. Говорящие головы нам объяснят каждое движение в информационном шуме и как на нем заработать. Давайте, ребята, действуйте. Значит, брокеры позвонят, скажут, ребята, у нас самые классные продукты, самые классные услуги. Давайте, ребята, действуйте. Биржа, наконец, организует конкурс и скажет, давайте, кто из вас самый активный? Цель – подтолкнуть нас к невыгодной для нас суете. Значит, будем аккуратны с информационным полем. Надо задать себе вопрос, действительно ли данные элементы информационного поля встроены в нашу систему принятия решений? Или все-таки мы просто убиваем время? Следующий аспект. Следующий стереотип – это погоня за экспертным мнением. Мы, жизнь учит нас доверять экспертному мнению. Такой вот стереотип. В некоторых областях это отлично работает. Мы пытаемся перенести это на рынок. Значительно более рискованная стратегия. Почему? Во-первых, из-за низкого качества этого экспертного мнения. Когда, в общем-то, каждый встречный называет себя экспертом. Во-вторых, из-за колоссального конфликта интересов, которым пронизана вся индустрия. Когда даже действующий эксперт не поймешь, на чей карман работает. На свой или своего работодателя. Или все-таки желает нам прибыли. Учитываем этот момент. Следующий стереотип – если экспертное мнение каким-то образом переносится на рынок, то социальное доказательство, обывательским языком статное поведение, вообще не переносится. Почему? Ну вот смотрите. Мы по жизни присоединяемся к толпе. Плывем по течению, не тратим ни время, ни силы, не напрягаем свой мозг. В той или иной степени это выносит нас, в общем-то, до безубыточного существования. Мы не получаем больших убытков, мы не зарабатываем больших прибылей. Кого-то это устраивает. На рынке это не получится. Присоединение к толпе однозначно приведет к сливу вашего депозита. Это только собственная система принятия решений. Исключительно. И еще один момент – непоследовательность. Информационное поле зачастую формирует для нас огромный спектр идей. Мы в шоке от того объема информации, от того объема возможностей, которые предоставляет нам финансовая индустрия. Мы начинаем экспериментировать. Мы попробовали один три месяца, попробовали другой полгода. Следующий год у нас ушел еще один эксперимент. Чем порочна данная практика? Данная практика порочна тем, что мы не получаем грамотной обратной связи от рынка. Это препятствует накоплению длительного опыта. А на рынке, в общем-то, ничем рынок здесь не отличается от жизни, на котором очень важна фокусировка, как мы знаем, к успеху. В общем-то, как вы видите, внутри нас это далеко не полный список неоптимальностей. Внутри нас зашито достаточно много неоптимальностей, и они в любой момент, каждый из них может зацепить нас и послать по не совсем выгодному с финансовой точки зрения пути. Как это происходит? Ну вот, например, я инвестор, прихожу на рынок и хочу что-то купить, но боюсь, потому что Хазин и компания каждый год прогнозируют кризис. В определенный момент у меня сдают нервы. Почему? Опять социальное доказательство. Толпа пошла на рынок. Рынок долго растет, толпа пошла на рынок. Я присоединяюсь к толпе. Рынок уходит в коррекцию. О кризисе нет речи, просто 15-процентная коррекция. У меня опять проблема. Я пришел из зарплатной реальности, и 15-процентная коррекция для меня целая проблема. Я фиксирую эту боль и ушел бы с рынка. Но такой широкий спектр возможностей предлагает нам финансовая индустрия, информационное поле, что я и решаю попробовать. Методы, инструменты, новые рынки, таймфреймы, а информационное поле только подталкивает. Давай, брат, давай. Еще, вот Америка 10 лет растет, и на ЛЧЕ обязательно сходи. Ну, в общем, как бы мысль ясна. Внутри нас целый клубок противоречий, который уводит нас от действительно нужной нам долгосрочной цели – получения дохода. И, в общем-то, распутать этот клубок противоречий я пытаюсь в своем блоге. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, вопросы? Вообще, очень разумные вещи ты говоришь, но Граля так и не рассказал. А ты индикаторы используешь? Индикаторы? Конечно, скользящий средний. На дневных графиках или на часовых? В основе всего дневные графики. Значит, в основе всего дневные графики. Если идентифицирован тренд, и я стою по тренду на дневных графиках, то могут подключаться часовые или 15-минутные. Но, опять же, в редкие моменты трендов на рынке. Тренд ты определяешь как пересечение скользящих средний и расположение цены? Нет, скользящие средние – это инструмент для того, чтобы отсечь нетрендовые входы. Да, а как ты тренд определяешь? Скажем так, пробой от горизонтальных уровней. Исключительно. Никакие наклонные, никакие пересечения. Пробой от горизонтальных уровней – это, наверное, точка входа. Точка входа, да. А ты считаешь, что в этой акции аптренд есть ли? Если цена находится выше, чем скользящая средняя, и есть пробой уровня горизонтального, точка входа выше скользящей средней. Сергей, ты начал выступление с того, что ты сказал, системочек, системочек, да. На сколько процентов по чесноку считаешь себя системочкой? Ну формализовано у тебя на сто процентов все? На сто процентов. Формализовано понятно? Реализовано? Десять лет одно и то же. Это неестественно для меня состояние пропустить сигнал. И сделать что-то против системы. Нет, нет, неестественно. Это уже выработана привычка, и нарушение этой привычки – колоссальный дискомфорт. А ты мониторишь сигналы? Значит, есть нарушение? Нарушение, если я отступлю от системы. Вот сколько их? Нету. Ни одного пропущенного сигнала с 2013 года. А куда ты знаешь, что это дискомфорт? Потому что есть технические ошибки. Вот, например, ошибся ты, вводя сделку. Вот, если вдруг там выполнилась сделка, она не должна была выполниться, ну стоп заявка, может улететь там не с той ценой, например. Вот, тут же исправлять правила. Потому что если я буду ждать, то получается, что я жду возврата к своей цене, а вниз открывая все возможности для увеличения убытка. Нет. И на практике все это соблюдается железно? Железно. Сергей, а как ты следишь за исполнением сигналов? Сколько акций мониторишь одновременно? Ты просто сидишь перед монитором, у тебя много графиков. Нет, стоп-лимиты освобождают день. Как? Стоп-лимиты освобождают день. Я каждое утро выставляю стоп-лимиты. Это могут быть входы в новые сделки, либо выходы из существующих сделок. Сколько акций мониторишь одновременно? Я торгую в ЮЧИ, который позволяет ликвидность. А ты спот не торгуешь? Спот немножко. По тем, по которым не позволяет ликвидность, например, ГМК, Роснефть и ВТБ. А Газпром и Сбербанк исключительно ФЮЧи. И индексы, естественно. Всего не больше 10 инструментов у тебя где-то так получается. Ну, если акция плюс ФЮЧ это 2 инструмента, то да, не больше 10 даже так получается. Вопрос, пожалуйста. По вашей системе, как вы считаете, нормальное соотношение годовая доходность и внутренний, внутригодовой, дро-даун, да, посадка максимальная? Один к одному. Один к одному? Да. А сколько у вас в среднем годовая? 55. И дро-даун тоже? Два раза было. Сейчас выбираюсь. Все правильно. Вопрос вашей психики. Во-первых, на вашу психику влияет размер, насколько вы нырнули, это получается больше, чем в два раза. А второй момент, сколько времени вы выходите из этой просадки. Не менее важный момент. Потому что нервы сдают, если это время затягивается. Это реально выйти из просадки? Сейчас второй раз еще не вышел. Сейчас вышел из нее наполовину. А сколько времени занимаетесь? Дно просадки было у меня, наверное, первый раз в 2013 году, в середине 2013 года, перед июльскими рывками «Газпрома». А вышел из просадки 3 марта 2014 года. Полностью вышел из просадки. Дно следующей просадки было в конце июня, в конце мая этого года. Сейчас наполовину вышел. Скорее, правильно, сколько времени я восстанавливаю предыдущий пик размышлять, об этом рассуждать. Тогда, потому что на психику давит именно сумма, которая была на предыдущем пике. Вот здесь намного все хуже. В 2011 году, в мае, я был на предыдущем пике, 3 марта 2014 года я обновил этот пик. На предыдущем пике я был в конце января 2018 года, до сих пор я не обновил этот пик. Если рассмотреть, вот когда я про убытки рассказывал, что вот 5 лет, 2 года я нахожусь в просадке. Это должно быть, вот для меня это нормально. Я как бы живу и... Вы выделяете весь стопроцентный капитал на эту стратегию или у вас, скажем, там есть облигационная часть? На текущий момент нет. Она была, но мой элемент управления капиталом говорит, что убей облигационную часть, когда ты находишься в просадке. Ты выйдешь и заново ее создашь. Ну, то есть убей, дополнительно доложа в торговой операции. Александр Борисович, кажется, вашу тему какое-то? Александр Борисович мой учитель. Да. Вы узнали? Я так скажу. С Александром Борисовичем познакомились мы на конференции полтора года назад, но, скажем так, тот луч света, на который я там в тумане ориентировался все 10 лет, с 2008 года, когда нашел форум How to Trade, это был Александр Борисович. Слушайте, прикольно, я угадал. Да. Ну, тому пошли. Рассказал, сразу систему Горчакова узнал. Поэтому я даже там дополнить нечего, наверное. Вы уже сами ответили. Я не мыслю такими категориями убыточные сделки подряд. То есть вот периоды подряд, месяцы подряд, полгода подряд, может быть, нарастает, нарастает, где-то по нулям свелся, где-то опять небольшой минус. Вот такими категориями мыслю. 45% как у обычных трендовых систем прибыльных сделок, 55% убыточных сделок. А сколько подряд? Ну, вы понимаете, что множество систем, каждая система считает в отдельности. Пошел тренд, одна встала, вторая встала, третья встала. Какая из них стала убыточной в итоге, а какая прибыльной, это я посмотрю в разрезе отдельных стратегий в конце года. Я не привязан к данному моменту, я почему говорю, что мне интересно посмотреть после 31 декабря, как в течение текущего года, когда уже все отработано, когда 10 лет торгую с минимальными изменениями одно и то же, мне интересно раз в год посмотреть, что произошло с моими, какие работают хуже, какие лучше. На текущий момент все работают прибыльно, другое дело, что если она отработала хуже, я увеличу в нее лимиты. Если она отработала лучше, я срежу с нее лимиты. Ну, вот такое вот, немножко ручное. Да, money management, ручное управление. Вот таким образом. Александр Борисович, а тема-то это работает еще, которую ученик до сих пор торгует, или она уже умерла? Я не знаю, у меня работает. Как видите, второй пример, что все работает. Вот другое дело, что надо понимать, что эта тема, как правильно сказал Сергей, эта тема выдает доходность минус безрисковая ставка, деленная на максимальную просадку, примерно равна единице. Сами понимаете, ну, посчитайте, сколько вы хотите просадки, и тогда вы посчитаете, какая будет доходность, какой вам нужен капитал. Это не тема заработка там четырехзначных, трехзначных процентов. Это такая тема, зато она мощная, она, скажем так, емкая. И вот здесь выступал докладчик. Я могу сказать так, что мы за один раз в 2008 году за день купили на 3 миллиарда Сбербанка рублей, а на следующий день продали. Рынок нас не заметил. Вот такие вещи. Плюсик продали. 45 процентов прибыльных сделок. Вы открывающую заявку и закрывающую take profit и stop loss, то есть stop заявки вводите отдельными действиями или все одновременно появился сигнал? Вы заранее указали там take profit, stop loss и клик? Да, если возможности форца позволяют, то есть верхний предел, нижний предел цены, если есть возможность ввести take profit, по определенным системам использую take profit, такой вот элемент. Системы создавались по отдельности, поэтому для некоторых систем я не использую take profit, только давая прибыли расти, докуда вытянет рынок. По другим системам половину фиксирую на определенном пределе. Я имею в виду, вот это вы одним действием делаете или двумя, то есть создаете открывающую заявку, заходите на рынок, потом делаете stop loss. Не, ну в основе всего же таблицы сделок. Я же понимаю, почему я стою в лонг, почему я стою в шорт, а что я планирую сделать. И естественно на листе, который каждый день, допустим, ведешь, у меня есть уровни stop loss, которые я stop limit вбил, есть уровни, которые я запланировал войти на пробой определенного уровня, и есть take profit, которые я должен, рассчитанные в таблице сделок. Таблица сделок – обязательное явление. А вы используете какой-то софт для автоматизации? Нет, квик. То есть чисто квик, чисто открыть заявку? Да, я пришел на рынок, ничего модного не было, только квик и транзак в компании Finam. Транзаком побаловался, потом когда от Finam немножечко отошел в сторону, освоил квик, но это какой, 2006 год, и с тех пор только квик. А у меня этот вопрос возник, потому что вы говорили о технических ошибках и о том, что вот иногда забываете там stop loss. Нет, не забываю никогда stop loss. Вот, я просто сам сталкивался и… Техническая ошибка должна быть исправлена немедленно, потому что здесь включается ваша психология. То есть техническая ошибка и цена ушла против вас. Вы говорите, вот вернется к моей цене, и тогда закроюсь. Получается, что вы ждете прибыли при возврате к вашей цены 3 пипса, а убытку открываете всю возможность расти. То есть этот психологический элемент вы должны, скажем так, исправить правилом. Ошибку исправляю немедленно после обнаружения. Спасибо. Скажите, вы видите, что ваш система полностью нормализованная? Да. Почему не получается? В моей голове и в описании, и в Excel, условно, она полностью для меня формализована. Я пробовал формализовать, получается тоже система, но другая система, результаты которой хуже показали результаты. То есть вот не получается это формализовать через подсоединить к ТС-Лабу, попытка была, получился хуже результат. Сергей, огромное спасибо.